Судьба бульвара Кикоэна на ближайшие месяцы определена. Совсем скоро по периметру строительной площадки вновь вырастет забор и благоустройство продолжится. 15 апреля между Управлением капитального строительства и Челябинским подрядчиком был подписан договор на продолжение работ. До начала уникон Урал Инжиниринг необходимо выполнить проект производства работ, при этом согласовав его с энергоснабжающими организациями города. Стройка начнется после того, как график будет представлен УКСУ. По опыту работ к 20 апреля у нас произойдет полное таяние снега, земля у нас отдаст всю излишнюю влагу и, скажем так, можно будет приступить к земляным работам. До этого момента подрядная организация будет выполнять работы, не связанные с землеустроительными действиями. В рамках аукциона перед будущим подрядчиком стояло требование представить документы, подтверждающие опыт работы на подобных объектах. В качестве опыта подрядная организация приложила выполненный контракт прошлого года, шарташки лесопарк, стоимость приложенных документов формы КС-2, КС-3 составляли 200 миллионов рублей, что абсолютно устраивает нас как заказчика. На встрече с главой округа Вячеславом Тюменцевым обсуждались вопросы сохранения основной концепции. При этом со стороны Уникон Урал Инжиниринг поступило предложение о частичной смене цветового решения. Новый подрядчик уже ознакомился с территорией, на которой предстоит работать. Основной ход работ понятен. Осталось лишь дождаться полного схода снега для наиболее полной картины. Есть понимание графики производства работ. Сейчас на первом этапе будет произведена подготовка технической документации и согласование с заказчиком, в частности по малым архитектурным формам. Будут уточнены объемы работ, необходимых к производству. И, соответственно, ориентировочно подготовка документации займет месяц. И после этого приступим к выполнению непосредственно работ. Это демонтажные работы старых конструкций, которые не подлежат к использованию. В дальнейшем монтаж и, соответственно, как завершение всего. То есть это укладка финальных покрытий, озеленение и пусконаладочные работы по запуску систем освещения и видеонаблюдения. Привлекать планируем частично местный трудовой ресурс. Наверное, в вашем городе и должны оставаться деньги. Ну и, соответственно, специалисты нашей компании, непосредственно инженерно-технический состав и руководители производства работы. Ну и в том числе трудовой ресурс непосредственных исполнителей. Перед новой подрядной организацией стоит непростая задача – продолжить благоустройство после другой компании, которая со своими обязанностями не справилась. Но в Уральце не один месяц ждут завершения работ и открытия нового и современного бульвара. Согласно этому контракту, в конце июля это желание должно исполниться. Валерия Конева, Павел Сизов, Объектив. Итоги.